Здравствуйте, уважаемые слушатели! Мы начинаем курс лекций по анатомии и физиологии человека. И как здание строится с закладки фундамента, так изучение анатомии и физиологии человека начинается с освоения цитологии и гистологии. С основами цитологии вы уже хорошо знакомы. Сегодня мы поговорим с вами о науке, изучающей ткани. Это гистология. Что же такое ткань? Ткань – это объединенные клетки и межклеточное вещество между ними. Но клетки, объединенные в одну ткань, должны быть схожи по каким-то признакам. Эти признаки – это похожее строение, общее происхождение и выполняемые функции. У человека различают четыре вида тканей. Это эпителиальные, соединительные, мышечные и нервные. Обратите внимание на множественное число в названии этих видов тканей. Дело в том, что каждая из них имеет множество разновидностей, о которых мы поговорим. Так как в одной ткани должны быть клетки с одинаковым происхождением, посмотрим, из каких зародышевых листков какие ткани происходят. Эпителиальные ткани настолько разнообразны, что разные ее подвиды могут происходить из разных эмбриональных источников. Так из эктодермы развиваются, например, эпители нашей кожи. Из мезодермы – эндотелий сосудов, эпители наружных оболочек внутренних органов, например, серозных оболочек. А из энтодермы развивается, ну, например, эпители слизистой желудочно-кишечного тракта. Все соединительные и мышечные ткани имеют мезодермальное происхождение. Нервные ткани происходят из эктодермы. Помимо общего происхождения, клетки одной ткани должны иметь похожее строение и выполнять одни функции. Рассмотрим это подробно для каждого из вида тканей в отдельности, а заодно познакомимся с их многообразием. Итак, эпителиальные ткани. В биологии названия структур имеют часто латинские или греческие корни. Знание перевода лишь нескольких сотен латинских и греческих корней позволяет нам уже из названия получать информацию об особенностях строения или функционирования этих структур. Вот, например, эпителиальная ткань. Почему она так названа? В переводе с греческого «эпи» означает «снаружи» или «поверх», а «теля» – «кожица». То есть эпители – это ткань, выстилающая поверхности, причем как наружные, то есть наша кожа, так и внутренние поверхности, например, трубчатых органов, слизистые желудочно-кишечного тракта, дыхательного тракта, внутренняя оболочка сосудов, сердца и других органов. Какая может быть цель в покрытии поверхности нашего организма и снаружи, и изнутри? Конечно, защита от физических, химических воздействий на наш организм со стороны окружающей среды, а также от проникновения в организм патогенов. Следовательно, для создания надежного барьера нужно, чтобы клетки в этой ткани плотно соприкасались друг с другом и оставляли минимум пространства между собой. Также желательно, чтобы в этой ткани не проходили никакие кровеносные, например, сосуды, чтобы снизить риск прямого попадания патогенов из внешней среды в кровяное или лимфатическое русло. Всеми этими качествами обладает эпителиальная ткань. Клетки плотно прилегают друг к другу. Соответственно, между ними мало межклеточного вещества. Клетки быстро регенерируют, что позволяет в случае повреждения эпители, а то, например, при ранении, быстро восстановить защиту. В эпителии нет кровеносных сосудов. Но здесь возникает вопрос. Если все питательные вещества разносятся в нашем организме кровью и лимфой, то как тогда получает питание эпителиальная ткань? Дело в том, что всегда под эпителием располагается рыхлая волокнистая соединительная ткань. Забегая вперед, скажем, что рыхлая волокнистая соединительная ткань – это ткань, в которой всегда проходят сосуды. И в ее межклеточном веществе достаточно питательных веществ. Таким образом, клетки эпители оказываются как будто на матрасе, пропитанном питательным бульоном. И им остается только высасывать из подлежащей соединительной ткани питательные вещества. Проблема питания решена. Кроме выстилания поверхностей, эпителий образует рабочую ткань желез. Поэтому эпителий делят на покровный, выполняющий барьерную функцию, и железистый, ответственный за выработку и выделение секретов, регулирующих жизнедеятельность организма. Рассмотрим чуть подробнее каждый из этих видов эпителия. Покровный эпителий. Образован клетками эпителиоцитами. По морфологии его делят на однослойный, когда все клетки лежат на некой базальной мембране. Переходный, морфология которого зависит от физиологического состояния органа. И многослойный, когда только клетки самого глубокого нижнего слоя прилежат к базальной мембране. Однослойный эпителий делят по внешнему виду составляющих его клеток на плоский, который представлен мезотелием серозных оболочек, например, листки плевры, перикарда, внутренних органов построены из такого плоского, сквамозного, его называют, мезотелия. Это эндотелий кровеносных сосудов. Он, безусловно, однослойный и плоский, потому что необходимо осуществлять и газоотмен, и транспорт веществ питательных, и метаболитов между тканями. Также альвеолы легких построены из однослойного плоского эпителия. Здесь решается проблема диффузии газов кислорода и углекислого газа между воздухом альвеолярным и кровеносными капиллярами. Кубический однослойный эпителий. Он представлен в почечных канальцах, в респираторных бронхиолах. Цилиндрический, или, как его еще называют, призматический, или столбчатый эпителий. Это эпителий желудка, кишечника, желчного пузыря. А мерцательный, или ресничный эпителий, это эпителий воздухоносных путей от носовой полости до конечных, то есть терминальных бронхов. И здесь стоит отметить, что помимо клеток, снабженных ресничками, которые постоянно работают на выведение слизи из воздухоносных путей по направлению от ниже лежащих воздухоносных путей к выше лежащим, также в ресничном эпителии, собственно, содержатся клетки, которые вырабатывают эту слизь. Это бокаловидные клетки. Интересно, что у заядлых курильщиков происходит перераспределение количества ресничных клеток и клеток бокаловидных в связи с тем, что организм курильщика постоянно подвержен воздействию различных веществ табачного дыма. И организм пытается адаптироваться к этим условиям. Раз очень много загрязнения поступает в воздухоносные пути, значит, нужно больше продуцировать слизи. Больше слизи нужно быстрее выводить. И получается замкнутый круг. Слизи вырабатывается больше из-за того, что количество бокаловидных клеток увеличилось. А выводится она медленнее из-за того, что мы пожертвовали частью ресничных клеток для того, чтобы занять место бокаловидными клетками. Таким образом, слизь скапливается в воздухоносных путях курильщика и вызывает явление, которое известно как кашель курильщика. И бывает так, что человек уже бросил курить, но тем не менее, долгие месяцы, а иногда и годы, этот кашель курильщика сохраняется. Это однослойные эпителии. Переходные эпителии находятся в органах, испытывающих значительное растяжение стенок. Например, в мочевом пузыре, который периодически то наполняется мочой, то опустошается. Или в мочеточниках. Поэтому, когда орган опустошен, например, мочевой пузырь пуст, тогда эти клетки, как бы наползая друг на друга, внешне похожи на многослойные эпителии. Только клетки глубоких слоев прилежат базальной мембране. Если этот орган наполнен мочой, то клетки как бы расползаются, раздуваются и превращаются, ну, по внешнему виду, в однослойный эпителии. Из-за таких переходов его и назвали переходным. Многослойный эпителии представлен нерагревающим, когда клетки всех слоев, даже самых поверхностных, сохраняют жизнеспособность. И, соответственно, такой эпителий можно встретить, ну, например, в слизистой ротовой полости, поверхности влагалища. Нерагревающий эпителий выстилает роговицу нашего глаза. Другой тип многослойного эпителия, орагревающий, составляет эпидермис нашей кожи. И характеризуется тем, что поверхностные слои его клеток погибают, в частности, от недостатка питания, который просто не доходит до них из подлежащей соединительной ткани. Кроме того, само название орагревающий говорит о том, что в клетках по мере их старения накапливается роговое вещество, известное как белок кератин. В орагревающем эпителии по морфологии различают пять слоев, которые от наиболее глубокого называются базальный, шиповатый, зернистый, блестящий и роговой. Вот, чтобы было проще запомнить их очередность, предлагаю заклинание. Баши-зеблерок. Здесь Ба-базальный, Ши-шиповатый, Зе-зернистый, Бле-блестящий, Рог, соответственно, роговой. И от глубоких слоев к поверхностным снижается пролиферативная активность клеток. Например, клетки базального, шиповатого слоя – это ростковые слои. Клетки активно делятся и потому обуславливают регенерацию тканей после повреждений. В блестящем слое уже разрешается ядро, различные внутренние органеллы, а роговой слой представлен уже лишь мертвыми роговыми чешуйками. В этом есть смысл, ведь наиболее подвержены воздействию внешних факторов как раз поверхностные слои эпидермиса. И в мертвых клетках, например, не могут размножаться вирусы. Кроме того, по мере старения в клетках увеличивается синтез того самого белка кератина. Он необходим для создания водонепроницаемого слоя. Это тоже актуально для ткани, выполняющей барьерную функцию. В клетках блестящего слоя накапливается уже большое количество кератина, организующего сплошную светопреломляющую полосу. Поэтому при попадании света на этот слой он активно его отражает. Отсюда и название – блестящий слой. И он хорошо развит на ладонях наших рук и подошвах ног, в чем нетрудно убедиться. Они блестят. Высокая скорость регенерации эпителия демонстрируется тем, что полное обновление эпидермиса происходит за 3-4 недели. Это так называемая физиологическая регенерация. Помимо основных клеток эпидермиса, которые называются кератиноциты, в составе эпидермиса находятся меланоциты. Это пигментные клетки, синтезирующие ферменты, превращающие аминокислоту тирозин в известный вам пигмент меланин, который защищает организм от повреждающего действия ультрафиолетового излучения. В то же время ультрафиолет в кератиноцитах стимулирует синтез активного витамина D, ответственного за минерализацию костной ткани. Мы достаточно узнали о физиологии и строении покровного эпителия, поговорим о другом типе эпителия, это эпителий железистый. Представлен он клетками гландулоцитами от латинского гляндуля, железа, и он составляет рабочую ткань различных желез. Его функция, соответственно, это синтез и выведение секретов, то есть секреции. Сам процесс секреции, это будет полезно для экзамена, включает несколько этапов. Это поглощение исходных продуктов, синтез и накопление самого секрета, выделение этого секрета и последующее восстановление клетки. Затем этот цикл повторяется. Вы, наверное, помните, что все железы нашего организма делятся на экзокринные, эндокринные и железосмешанные секреции. Экзокринные железы от греческого экза наружу, кринос, выделяю, высвобождают свои секреты во внешнюю среду. Как правило, у таких желез есть выводные протоки, по которым они и выводят свои секреты. К ним относятся потовые, сальные, молочные железы, слюнные железы, печень, это тоже железа экзокринная. И здесь у многих может создаться впечатление, что, наверное, какая-то ошибка. Ну, печень, выделяющая желчь, она выделяет ее внутрь организма в просвет двенадцатиперстной кишки. Разве можно ее называть железой внешней секреции? Да, можно. И дело здесь вот в чем. Биологи разделяют внешнюю и внутреннюю среду по следующему признаку. К внутренней среде организма относятся только те жидкости, которые не имеют прямого или опосредованного сообщения с окружающей средой. К таким компонентам внутренней среды относятся кровь, лимфа, спинномозговая жидкость. Ну, еще иногда пишут межклеточное вещество, которое, по сути, потом может стать лимфой на самом деле. И действительно, все эти жидкости находятся в замкнутых сосудах, в замкнутых пространствах, в спинномозговом канале. И с окружающей средой напрямую, не преодолевая какой-либо барьер, не сообщаются. Напротив, содержимое кишечника, содержимое желудка, содержимое ваших дыхательных путей, оно так или иначе сообщается с внешней средой. Ведь что находится в желудке и в кишечнике? Пища. И эта пища когда-то лежала на обеденном столе. Стало быть, поступила из внешней среды напрямую. Поэтому к внутренней среде относятся кровь, лимфа, спинномозговая жидкость и тканевая жидкость. А вот все остальное считается средой внешней. Поэтому печень, выделяющая свою желчь в просвет двенадцатиперстной кишки, это железа все-таки экзокринная. Эндокринные железы или железы внутренней секреции, от греческого эндовнутр, кринус выделяю, железы, которые выделяют свои секреты во внутреннюю среду организма. Ну, соответственно, в кровь, лимфу или межклеточное вещество. Они не имеют выводных протоков, потому что густая сеть капилляров, как правило, густо оплетает эти железы. Они напрямую могут выделять свои гормоны, так называется, секрет эндокринной железы, в кровь. И к таким железам относятся, ну, например, гипофиз, щитовидная железа, надпочечники. Наконец, в нашем организме есть два вида желез, которые совмещают в себе функции и экзо- и эндокринных желез. То есть, имеют участки, которые выводят свой секрет во внешнюю среду через выводные протоки. То есть, работают как экзокринные железа. И имеют группы клеток, которые выполняют эндокринную функцию выделения гормонов в кровь. Это поджелудочная железа и половые железы. Подробное рассмотрение физиологии желез смешанной секреции и эндокринных желез изучается в курсе эндокринологии, о чем мы поговорим на других лекциях. Итак, попробуем повторить материал, который мы освоили по эпителиальным тканям. Я буду читать вопрос. После этого вы можете поставить воспроизведение видео на паузу, ответить вслух самостоятельно, это будет очень полезно. А после возобновить показ, и я озвучу правильный ответ. Какие виды эпителия изображены на рисунке цифрами 1, 7? Очевидно, что под номером 1, 2, 3, а также 5 обозначены виды однослойного эпителия, а именно по цифре 1 однослойный плоский эпителий, 2 однослойный кубический эпителий. Посмотрите на форму этих клеток, действительно, как кубики. По цифре 3 однослойный цилиндрический столбчатый, или призматический эпителий, это все синонимы. По цифре 5 однослойный ресничный эпителий, тот самый, который выстилает, ну, например, воздухоносные пути. По цифре 4 мы пропустили, не случайно, потому что это не покровный эпителий, это эпителий железистый. Ну, вот в верхней части рисунка это эпителий железы внешней секреции, мы узнаем ее по наличию выводных протоков. В нижней части это эпителий, очевидно, железы внутренней секреции, эндокринной. Вы видите, как секреты поступают непосредственно в кровеносный капилляр. Ну, и, наконец, по цифре 6 и 7 виды многослойного эпителия 6, не роговевающий, 7, а роговевающий. Второй вопрос. Что характерно для эпителиальной ткани? Для эпителиальной ткани характерны следующие особенности. Это плотное прилегание клеток друг к другу, соответственно, небольшое количество межклеточного вещества, это высокая регенеративная способность, активность. Безусловно, это также и наличие железистой секреторной функции для железистого эпителия. Какие функции выполняет эпителиальная ткань? Ну, вот, собственно, мы частично на этот вопрос уже ответили. Так как эпителиальная ткань делится на покровный эпителий и железистый, покровный эпителий выполняет барьерную, покровную, защитную функцию, как хотите называйте. Железистый эпителий – функцию секреторная.